Аракушка. Посмотрите, какая малютка обитает у нас повсеместно. Голубая блестящая грудка, элегантна, ярка и прелестна. А зовётся по-русски варакушкой. Как красив наш могучий язык. По-английски звучит слово blue throat, синегорлое, будто ярлык. На латыни прозвал швед-линей птичку просто шведский соловей, ведь она из рода соловьёв, а в семействе прощур – мухолов. Раньше относилась и к дроздам, нынче к мухоловкам ордер дан. Отряд известный, воробьиный, одинаковый с воробьями спины. Зоб и горло у самца не передать. Яркий фарточек приучен одевать. Он в сияющем лазурном цвете и, конечно, хорошо заметен. Посредине фарточка пятно. У одних кирпично-красное оно, у других пятно то в белом цвете. В общем, есть в окрасе разноцветия. Хвост весь рыжий, с чёрной каймой, будто вея распахнули предо мной. Тонкий острый клювик, стан прямой, стреколор расцвеченный порой. Средь любителей пернатых и природы воракушка известный символ года. 2012-й прошёл в России, как год воракушке красивой. Но видели ли вы такую птицу? Она обычно скрытна и таится, не подпускает близко человека, предпочитает куст густой и реку. Сидит самец, поёт на ветке. И вдруг увидел он прохожего. Спиной тотчас перевернётся. Я спрятался. И прочь несётся. А самка, как всегда, невзрачна. Пятно белёсое на горле обозначено. Там голубого нет в помине. Всё в цвете буром, рабьином. Этимология же слова по-разному даётся снова. В одном источнике ворок-ворок поёт пернатый. В другом глагол воракать виноватый. По-старорусски это значит чушность и дразнить. Воракушка хоть соловьём вродни, чужую песню любит повторить. Интересно получается. У птиц их песни кардинально отличаются. Зависят полностью от окружения, слова и музыка конкретной птицы пени. Поскольку мухоловками являются, то ясно, чем пернатые питаются. Их рацион составит насекомые, а осенью и ягоды съедобные. Гнездо воракушка сплетёт из травки. Лишь иногда добавит мох и пух. А для гнезда в кустах подходит ямка. Чуть загородит выросший лапух. Воракушка страдает от пожаров. От варваров, что жгут весной траву. Апрель для птиц период брачный. Горят в огне, теряя детвору. Сидит лишь самка на гнезде, самец-добытчик и певец. Как прилетает с юга он, поёт весь день, лишь в сумерках конец. Та песня длинная, разнообразная, довольно звучная и мелодичная. По красоте лишь уступает соловьиной. А главное, от всех отличная. Хотелось бы когда-нибудь увидеть воракушку, красивейшую птицу. На берегу различных водоёмов во врагах любят поселиться. Как соловьи не любят стаи. На юг летают в одиночку. Летают низко, незаметно, предпочитая время ночкой. Не жгите по весне траву. Спасите птенчиков воракушки. Сгорают гнёзда и птенцы. Сгорают малые пернатушки.